Приветствую друзья! Миниатюрный кругло- и внутренний шлифовальный станок Johnson Shipman 520, производившийся с конца 30-х до конца 50-х годов 20-го века, предназначался для изготовления мелких деталей, таких как внутренние штампы, круглые инструменты, пуансоны, компоненты впрыска топлива, детали для механических инструментов и так далее. Станок можно было встретить в высококлассных инструментальных цехах и таких местах, как отдел экспериментального приборостроения Rolls-Royce, где тогдашний руководитель Гордон Хадсон разработал гораздо более аккуратную и универсальную систему привода. Производители заявляли точность в одну десятитысячную дюйма и достижимую частоту поверхности лучше одного микродюйма RMS. Он мог поставляться для установки на столе или в комплекте с прекрасно сделанным дубовым шкафом с ящиками для хранения, охлаждающей жидкости, электрическим распределительным устройством и встроенным противовальным приводом большой сложности. Несмотря на то, что станок был небольшим, он был очень массивным и весил, включая станок и контрвал более 340 кг. Кроме того, для обеспечения отсутствия вибрации, все вращающиеся части, включая весь блок контрвалов, были динамически сбалансированы. Межцентровое расстояние могло составлять максимум 133 мм, размах 73 мм, а поворотный на 7 градусов стол, оснащенный электроподачей, имел длину 336 мм и ширину 70 мм. Ход стола составлял 178 мм с 25 мм в траверсе и регулировкой положения колесной головки на поперечном суппорте 51 мм. Для миниатюрного станка использование стола с электроприводом было необычным. Аналогичная модель из Германии, Рейненген, Гебертеншоу, имела более простую конструкцию и только ручную подачу, хотя она была также хорошо сконструирована и отделана. Стандартно для наружных работ устанавливался шлифовальный круг 127 на 9,5 мм с отверстием 25 мм, который приводился в движении трехфазным двигателем мощностью одна лошадиная сила и работала на скоростях 3900, 5000 и 67500 оборотов в минуту, а рабочая головка вращалась на 375, 686 и 1250 оборотов в минуту. При поставке станок был готов к работе, полностью подключен к электрическому распределительному устройству и укомплектован такими мелочами, как балансировочная оправка, центральные точки для рабочей и задней бабок, набор шлифовальных держателей для работы с диаметром до 1 дюйма и полная система охлаждения со всеми электрическими соединениями и подключенным выключателем. Хотя на более поздних моделях за блок охлаждения нужно было платить дополнительно. Предлагался ряд полезных принадлежностей, включая головку для внутреннего шлифования и двух внутренних шпинделя. Один мог работать на скорости до 60000 оборотов в минуту с диаметром круга от 1,8 до 3,8 дюймов, а другой на скорости до 4000 оборотов в минуту с диаметром от 3,8 дюймов до 3,4 дюймов. Были также в комплекте двух и трехточечные стеллажи, угловые и радиусные приспособления для формирования колес, цанги, переходные втулки, устройство Lovolight и навесной алмаз для оправки колес.